Как правило, начинался с приема лекарственных препаратов. Таблетки по расписанию, селфи по требованию. Вячеслав лечится дома под виртуальным наблюдением врачей и пристальным вниманием системы социальный мониторинг. Специальные программы для тех, кто болеет COVID-19 и ОРВИ. Через два дня после загрузки пошли сбои работы. Мы не понимали, то ли телефоны, то ли еще чего. Потому что требовалась загрузка фотографий, как говорят сейчас селфи. Но программа не загружала ее. Причем часто это бывало в вечернее время и ночные часы. А штрафы все копились. У Вячеслава болеет и жена. На семью им насчитали 20 тысяч. При том, что даже из дома не выходили. Так они утверждают. А вот таким, как Ирина Сергеева, и отправлять фотографии некуда. Программа на ее телефоне не работает, а штрафы приходят. Появляется статичная картинка, на которой ничего не меняется. Кнопка обновить также не работает. Скачать себе на телефон социальный мониторинг обязаны все, кто лечится дома. Программа фиксирует геолокацию и от трех до семи раз в день просит сделать фото. Штрафы за неотправленные ночью фотографии теперь обещают аннулировать. Изменен регламент направления уведомлений. И с 22 до 9 утра такие уведомления больше не приходят. Все уведомления, которые ранее направлялись гражданам, они аннулированы. И соответствующие штрафы, которые ранее были выписаны, тоже отменены. Срок карантина с подтвержденным ковид не меньше 21 дня. У Вячеслава больничный заканчивается послезавтра. Тесты еще на прошлой неделе были отрицательными. Ответ на вопрос, исключили его из реестра больных или нет, Вячеслав получить пока не смог. В последние 6 дней к нам не приходит ни одного селфи. То есть фейс-контроля абсолютно никакого нет, как будто бы про нас забыли даже. Вячеслав боится, что когда выйдет на улицу, может получить штраф. Скорее всего, в реестре его уже нет. Этими списками занимаются сотрудники поликлиник. Так что там можно уточнить свой статус или посмотреть в электронной карте. Специалисты поликлиники. После признания факта выздоровления, внесения соответствующей записью в электронную медицинскую карту, также соответствующая отметка ставится в реестре больных ковидом, и пациент может уже покидать квартиру. Сегодня приложение социальный мониторинг обвинили и в утечке данных. Правда, казалось, что скриншот с личной информацией в интернет выложил сам нарушитель карантина. Человек получает уникальный идентификационный номер этого штрафа, отбивает этот номер УИН, так называемый, и получает всю информацию по этому штрафу. Ну а дальше что произошло? Видимо, кто-то решил эти скриншоты послать туда или сюда. Чтобы избежать вопросов и спорных ситуаций, сотрудники Департамента информационных технологий готовят сейчас специальную инструкцию с подробными разъяснениями для пользователей программы социальный мониторинг.